Ненецкий округ признан одним из лидеров по снижению безработицы. Федеральное министерство труда отметило округ в числе 56 регионов, где снижаются или сдерживаются показатели безработицы. Денис остался без заработка весной этого года. Самостоятельно искал работу, но успехов это не принесло. Тогда он обратился в Центр занятости населения. Встал в Центр занятости весной, ждал, позвонили, предложили временную работу, пока человек в отпуске, лето. Нормально все устраивает, коллектив хороший. Сейчас Денис получает зарплату и пособие одновременно. Так называемые общественные работы – одна из практик трудоустройства Центра занятости. Их предлагают тем, кто не нашел постоянной работы. По словам директора Центра Руслана Волоскова, эта мера также помогает снизить безработицу. На нашем рынке труда ситуация остается стабильной с начала 2015 года. Несмотря на то, что год этот кризисный, и во многих субъектах происходит рост безработицы, у нас все показатели остаются стабильными, и нет никаких резких скачков в ту или иную сторону, в рост или снижение безработицы. Результат стабильности на рынке труда в тесном взаимодействии с главами муниципалитетов и работодателями. Сегодня в Центре занятости на учете состоят 328 безработных. Свободных вакансий – 388. Показатель напряженности, который показывает, сколько вакансий приходится на одного безработного, больше единицы. Это значит, у соискателя есть выбор. Мы, если гражданин обращается, мы его ставим на учет, никому не отказываем, предлагаем подходящую работу. Если есть на сегодняшний день, сразу выдаем его два направления. Если есть подходящие вакансии, никому не отказываем, в принципе, никогда. Мы предлагаем вообще вакансии уже свыше прожиточного минимума. Если зарплата выше прожиточного минимума, то мы уже направляем людей. Но, соответственно, люди хотят достойную зарплату, потому что у всех семьи, все хотят и в отпуске ездить, и отдыхать. Поэтому многие вакансии с не очень высокой зарплатой остаются невостребованными. Некоторые из них заполняются летом. Во время каникул молодежь хочет подработать. В этом году были трудоустроены 390 подростков от 14 до 18 лет. Им предоставили рабочие места в чистом городе, горпо, мясокомбинате, Ненецкой АПК, авиаотряде, электростанции. Кто-то уже закончил, порядка 270 закончили уже работать, получили все причитающиеся выплаты. Остальные граждане дорабатывают. Вот сейчас август, и в конце августа тоже все выплаты они получат. Также в этом году Центр занятости стал выпускать ежеквартальную газету «Работа в НАО». Второй номер будет выпущен на этой неделе. В издании можно узнать о горячих вакансиях, как пройти профессиональное обучение и открыть собственное дело. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».